Севисты у вас всех на моем канале. Мне попросили посмотреть село Дачное. Рядом с Кураховым. Очень просили, давайте посмотрим. Дачное. Ну, пока в селе идет, во всяком случае, взаимопомощь. Может быть, гуманитарку вам дают. То есть, такая вот поддержка есть на данный момент. Как сейчас вообще в селе складываются дела? Относительно спокойно, но в селе есть очень жесткий контроль. Либо администрация села, либо военная администрация. Очень старается все контролировать. Ну и на данный момент каждый идет к своим целям. Мирные жители к своим, каждый решает свои вопросы. Администрация, какая бы она ни была, свои решает вопросы. Военные свои. А давайте посмотрим, как будут развиваться дела в районе вашего села. Ну, возьмем до 15 сентября. Чтобы у нас был разбег. И напоминаю, что это не точная, не конкретная дата. Это ориентировочная дата. Чтобы там за что-то можно было зацепиться. Будет страшно. Но будет предприниматься много усилий для того, чтобы все-таки ваше село было сохранено. Но будет очень жарко. То есть я так понимаю, что к этому времени уж боевые действия начнутся. Много будет очень переживаний среди, соответственно, мирных жителей. И возможны прилеты, но скорее всего, в административные какие-то здания. Что у вас там такое есть? Ну, так скажем, нежилой сектор. Так. Оксана, давайте посмотрим, есть ли угроза для вас лично. Для вас лично нет. Скорее всего, все будет складываться довольно-таки хорошо, стабильно. Для вашего хозяйства. А вот для хозяйства могут быть определенные сложности. Ну, вы это должны понимать. Ну, смотрите, то есть будет очень большая зависимость, вот именно для вашего хозяйства, связанная вполне возможно с военными или дорогами, с транспортным сообщением. Но я надеюсь, в коровнике они не поселятся. Ну, это уж, наверное, было бы чересчур находиться в коровнике. Вот. Но, понимая ситуацию эту, вам удастся что-то предпринять, какие-то действия. Вы придумаете выход из ситуации. Но коровники, я думаю, что вряд ли, чтобы они прямо находились. Вот. Но главное, чтобы не прилетело от ВСУ ваш коровник. Но вот эта карта говорит, что все будет благополучно. В результате все закончится благополучно. Да, с положительными для вас эмоциями. То есть все будет тип-топ. Единственное, что, конечно, я не представляю, как заниматься хозяйством, когда идут боевые действия. Животных надо и накормить, и подоить. Ну, жесть. Ну, держитесь. Что делать? Они нам ничего сказать не могут. И предпринять они сами тоже ничего не могут. Поэтому приходится за них все думать. Давайте посмотрим, как для ВСУ будут складываться дела в районе села Дачная. Ну, где-то ориентировочно, вот до 15 сентября. Никак будет складываться, никак. В первую очередь они уже, в общем-то, думают, начинают о том, что вообще с этим предпринять, какие действия, чтобы в живых остаться. Потому что есть уже сложности у них с обеспечением. Это может быть какое-то военное снабжение, может быть тот же интернет и связь с руководством. Поэтому для них трудно что-то придумывать, что предпринять, чтобы это не выбиваться из всего. И вполне возможно, что они просто будут сдаваться, когда все начнется. Потому что будут видеть, какая армия заходит в село или возле села. И сопротивление, скорее всего, не будут оказывать. Кто-то будет, в общем, складывать оружие. Опять же, потому что просто нет ресурсов оказывать какое-то сопротивление. Они попытаются что-то до кучки в одно место собрать и сами собраться в одно место. Но в результате вполне возможно, что просто в это место прилетит и будет уничтожено. А остальные будут искать, как выжить возможность. Составлять по этому поводу планы, но у них очень большая зависимость от дорог. А она у вас основная одна. И все планы окажутся всего лишь иллюзнее. Но кто-то сможет уйти из города в более, как он считает, безопасное место. Кто-то сдастся, а кто-то, как говорится, останется на поле боя. Смотря у кого, какая судьба тут. Это неизбежно во время боевых действий. Как будут складываться дела для союзной армии? Вот ориентировочно до 15 сентября в районе села Дачная. Недалеко от Курахова. Основные боевые действия будут происходить за пределами села. Ребята будут использовать очень много различных тактик, что будет способствовать успеху. И село уйдет под контроль ДНР. Это неизбежный процесс. Но еще могут какое-то время, пока в селе, зачищать его, выискивать, выслеживать разных ВСУ, которые еще где-то там спрятались. Это может какое-то время занимать. И будут просто их уничтожать. Какие есть опасности до 15 сентября для села Дачная? Максимально все будет складываться хорошо. Четко будет понятно, что происходит, что делать. И люди, мирные жители, останутся очень довольны. Ну, в общем-то, все карты хорошие. И помощь, и село останется максимально целым. Поэтому переживать особо не стоит. Но, как говорится, на Бога надейся, а сам не плашай. Все-таки еще раз гляну для одной подписчицы, которая задавала вопрос про СЕЛО. Для нее личная опасность есть? Нет, все будет благополучно. А для хозяйства? Тоже будет все четко и понятно. Вам удастся что-то предпринять, как-то спланировать, чтобы хозяйство не пострадало. В результате у вас все будет... Окей, вы победите, так скажем, в этом вопросе. Вам удастся его решить положительно для себя и максимально успешно. Так что вот такой расклад получился у меня для СЕЛО Дачное. Недалеко от Курахова. Даже немножко с персональным уклоном. Ну, почему я сделала как не личный расклад, потому что, ну, может быть, кому-то это тоже на СЕЛО нужно. Поэтому расклад общий. Желаю вам, чтобы как можно все быстрее для вас закончилось. До вашего СЕЛА максимально благополучно для вас и для вашего СЕЛА. Берегите себя, берегите своих близких. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok